Пожалуй, неправильно было бы обойтись накануне праздника без главных представителей этой профессии – шофёров. У нас в гостях сегодня мастер вождения, работник управления технологического транспорта и спецтехники, водитель с 30-летним стажем Василий Романюк. Здравствуйте, Василий Николаевич. Здравствуйте. Вы столько лет в этой профессии, 30. Чем она вам нравится и чем дорога? Вы знаете, чем нравится? Тем, что я, как говорится, родился на Украине, в деревне, тогда еще в то время колхозы, значит, все работало. Отец меня водитель, все родственники водители, ну и как бы само пошло по себе. Я вот с 79-го года по 82-й год закончил профессиональное училище, ну и призвался в армию. В армии прошел обучение на боевую машину, значит, служил на боевой машине в армии. И после окончания армии приехал я в колхоз и начал работу свою водителем в колхозе. Но по приезду товарищей, значит, знакомых отсюда, с севера, я еще не знал, что это такое. Они мне начали рассказывать и меня это заинтересовало. Они прислали мне комсомольскую путевку, и я, значит, приехал сюда по комсомольской путевке. Приехал, во-первых, на Ямбург. Я начинал свою деятельность, как говорится, трудовую на Ямбурге, на автомобиле КРАС. Тогда, как говорится, работы было очень много. Строились ГТ, делали отсыпку, возили порошок для буровых установок. Ну вот первая машина, вы говорите, автомобиль КРАС. Но вот за столько лет пришлось поработать на самых разных машинах. Какие вспоминаются? На самых разных. Значит, после КРАСа я получил, уже по приезду сюда, значит, я работал водителем на скорой помощи. Очень долгое время. И потом, значит, город, как говорится, просветал, расширялся. Много стало людей, значит, в городе. Появились, значит, большие автобусы. И мне вот понравился большой автобус. Ну, я пересел на Икарус. На Икарусе я тоже много лет отработал. И уже когда поступили чисто экологические автобусы, то есть СОР, на газовом топливе, я прошел обучение в лучкомбинате «Газпромдобыча на дым». Получил удостоверение соответствующее. И стал работать на таком автомобиле. Разницу почувствовали? Конечно. Вот этот автомобиль, это новый или такие легкие особенности? Конечно, легкие управления. Он очень теплый, комфортный. Мы возим вахты на Медвежье, на юбилейное месторождение. И народу очень нравится. Ну, так вот. А машину можно любить? Машину, конечно. Ее не можно, ее нужно любить. Потому что это является, как был второй дом. Очень много проводишь времени за рулем. Так что, конечно, нужно любить ее, обслуживать и тому подобное. Обычно водителям желают легких дорог, ни гвоздя, ни жезла, вечно зеленых светофоров. Вам какие пожелания по душе? И вы можете обратиться с ними к вашим коллегам? Да, уважаемые коллеги, я воспользуюсь таким случаем и поздравляю вас с профессиональным праздником, значит, своих коллег по работе и всех водителей города Надыма. Желаю им, значит, ни гвоздя, ни жезла, ну и по-зеленому. Спасибо. И мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям. Вас в первую очередь поздравляем. Спасибо. И желаю вам без аварийных дорог. Спасибо вам. А мы продолжаем наш выпуск.